Доброе утро, дорогие друзья. Недельная глава Шлах и поговорим мы совсем не о разведчиках, а о женщинах. В начале недельной главы Шлах Маше меняет имя своего ближайшего ученика Ашея Беннуна на Ивошева. Но Маше знал, что Ивошеву понадобится дополнительное благословение, чтобы выстоять против слов других разведчиков. Многие задают вопрос, а почему второму выставившему Калеву он не благословлял и не помогал? Неужели ему не полагалась дополнительная стойкость в споре с мнением большинства? Знаменитый Раф Яков Каменецкий дает интереснейший вопрос. Калев был женат на Мирьяму, известной своей праведностью сестре Маше Робейну. Зная о праведности его жены, Маше был уверен, что он не поддастся дурному влиянию. И Ивошуа, наоборот, в это время был не женат. Ему обязательно нужна была дополнительная поддержка, потому что человек, живущий одиноко, он, к сожалению, более подвержен всяким влияниям. Наши мудрецы, знатоки Писания, заявляют, что, это мы вернулись к женщинам, да, что вот то, что когда создали из ребра Адама женщину, слово ребро не используют только как ребро, а только в значении сторона. Получается, что он преобразовал одну из сторон мужчины в женщину и сделал новое творение. Талмуд находит слово преобразовал на иврите сходство со словом разумение и говорит, что Бог наделил большим разумением ту сторону Адама, которую он взял для творения женщины. Поэтому девушки считаются взрослыми в 12 лет, а мужчины в 13. То есть женщина более развитое существо. Женщина это не копия мужчины, можно даже сказать, что это абсолютно другое существо. И подход к нему должен быть другой. Многие говорят, что женщины иногда много говорят, однако это ее природная потребность, в отличие от мужчины. Больше того, в Талмуде написано, что лишать женщины возможностей, измитраша, простите, возможностей, и излить свою душу в словах, значит ущемлять ее личность, причинять ей ущерб. И это не личностный недостаток, это свойство пола. Терпеливо выслушать женщину форма хеседа, доброты, выполнение заповедей любви лишнего своего. Дать выговориться женщине, дать пищу ее душе, написано. Надо знать, кроме всего прочего, что очень много проблем возникает в семейной обстановке. Время, когда вы приходите домой, это не перерыв в дневных трудах. Это время принадлежит семье. Истинная любовь не причина брака двух людей. Истинная любовь это следствие. Это чистый результат долгих лет упорной работы, усилий. И что очень важно, духовных трансформаций. Истинная любовь это уже награда. Она должна быть заслужена обоими, и мужем, и женой. Очень важно понять, я сейчас скажу, один мудрец сказал классную фразу. Не имеет значения, что ты думаешь о своем поведении, о ситуации. Гораздо значительнее то, что твоя жена недовольна тобой. Ибо сделать чину счастливой твоя прямая обязанность. Известно многим фраза из Перкея, а вот не умножай разговоры с женой. Но она имеет много трактовок. И одно из объяснений в том, что не говорит слишком много критических слов в адрес жены. Не умножать разговоры с женой, не критикуй ее понапрасну. Вот о чем идет разговор. А люди придумывают себе и другое. При возникновении спора между супругами всегда легче найти выход без участия других членов семьи. Так пишут наши мудрецы. У родных могут быть самые лучшие намерения. Но из-за своей субъективности они часто встают на ту или иную сторону. И тем самым только обостряют проблему. А вообще мудрецы говорят, что единственное гарантированное средство, приносящее гармонию в семье и мир в семье, это молитва. Надо обязательно молиться за себя, за супруга, за шломбать, за мир в доме. А нам учиться молиться можно только одним способом. Как? Пытаться молиться. Другого пути нет. Талмуд определяет человека как существо молящееся. Будучи создан по образу и подобию Всевышнего, человек наделен божественной душой. Бог, помните, вдохнул в него душу живую. И благодаря этому обрел уникальную способность обращаться с молитвой к Создателю. И вступать с ним непосредственно в личный контакт. Нам нужно во всем, в мире, в доме, в семье, надо работать, надо понимать, что над всем надо трудиться. Лень порождает пустоту. И помните, обязательно помните, как сказал выдающийся наш Рэбе, темнота часто бывает не врагом, а только признаком отсутствия света. Увеличивайте свет и увеличивается радость. Брахава от слуха!